Всех приветствую на своем канале! В сегодняшнем видео я вам хочу показать, как связать вот такую вот шапочку-чулок. Она из рода шапок Бинни, довольно-таки модная нынешний сезон, так сказать, идет на расхват. Она связана унисекс, то есть можно ее носить как мальчикам, так и девочкам. Единственное, что если будете вязать парни, то скорее здесь сделаете резиночку 1х1. По ходу вязания я вам скажу, как сделать их, где и сколько. В общем, рассчитана эта шапочка, данная по моей, так сказать, пряже и спицам, на окружность головы 53-55 см. Высота ее, если считать вот от отворотика до макушки конца, 26 см. То есть этого я считаю более чем достаточно для такой шапочки длины. Если хотите более отвисшую, то есть вяжете более длиннее, хотите короче, вяжете немножечко короче, но я думаю, что короче не нужно, длиннее также. Соответственно, если вы вяжете на малышей, то делаете ее гораздо короче и там уже набираете поменьше петелек, чем у меня. Итак, макушечка у меня присобрана, сделаны постепенные убавления, которых, как вы видите, практически не видно. Вот, даже я бы сказала, совсем не видно. Собрана она, так сказать, небрежно. Можно сделать более красивую макушку, если вы поделите по ходу вязания. То есть, когда начнете убавление делать, поделите на 5 и будете в одном и том же месте убавлять в каждом ряду. Но, так как эта шапочка для начинающих рассчитана, то я решила ее не усложнять. Я вам покажу именно вот этот самый простой вид убавления макушечки шапочки. Итак, в общем, если вам понравилось, присоединяйтесь обязательно. Ушло на шапочку у меня почти моточек пряжи. То есть, я бы даже сказала, еще осталась третья часть, наверное, 2 третьих моточка ушло. И, конечно же, присоединяйтесь. Не забывайте ставить лайки. Мы начинаем вязать. Для вязания нам понадобится пряжа. Я взяла фирмы Alize Alana Gold. Красивый карамельный цвет, 179. Здесь пряжа 240 метров в 100 граммах. Она полушерстяная, такая довольно-таки мягенькая, пушистенькая, в общем, как я люблю. Здесь рекомендуется спицы номер от 4 до 6. Но я буду использовать чулочные спицы номер 3,5, так как это у меня плотная чулочная вязка. Также вам понадобятся ножнички и иголка с большим ушком для того, чтобы нам стянуть вверх шапочки. Для окружности головы, которую я намерила, я буду набирать 88 петелек, распределив их на 4 спицы. Но так как я буду вязать на 4 спицы чулочную вязку кровавую, то я наберу на 1 петельку больше. То есть набираю 89 петелек. Я вам объясню, для чего я так делаю. В конце набора я буду соединять 2 края. То есть начало и конец вязания круг. Поэтому мне нужна будет 1 лишняя петелечка. Хотите, можете набрать начальные петельки на 1 спицу. И продолжаете вот так вот на 1 набирать. Хотите, можете набрать первоначальные 2 петельки на 1. Затем приставить вторую спицу. И донабирать еще остальные петельки. Вот таким вот образом. То есть как вы хотите, чтобы у вас был край более растянут. Такой он будет более свободный, если на 2 спицах будете набирать. Если же на 1 спице, то он будет более такой плотнее. И далее приступим к нашему вязанию. Я буду набирать сначала первоначальные на 1 спице. Затем приставляю вторую и набираю далее. Всего нам нужно набрать 89 петелек. То есть 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 88 и 89. Все, набрано нужное количество петелек на спице. И теперь нам нужно все петельки распределить на 4 спицы. Причем на 1 из спиц будет на 1 петелечку больше. То есть мы распределяем на 4 спицы по 22 петелечки. При этом вытаскиваем ту спицу, которая свободная. Но вытаскиваем ее не до конца. Смотрите, то есть вот так вот растягиваете в разные стороны спицы. Вот так вот. При этом немножечко приспускаете левую спицу. То есть вот эти вот петельки начальные. И правую. На правой нам нужно оставить начальные 22 петельки. То есть вот здесь вот отсчитываете 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22. Ставите вот так вот как бы себе отметочку ногтем. И при вытаскиваете правую спицу, оставляя на ней вот эти 22 петельки. Вот так вот спускаете их на правую спицу с левой. И берем вот так вот следующую спицу свободную. И точно так же набираем с левой спицы на правую 22 петельки. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20. И последние 22 петельки. Еще берем свободную спицу. И снова спускаем на нее 22 петельки. 2, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 18, 20 и 22. И на последние спицы у вас осталось 23 петельки. Вот этот вот кончик, который у нас, так скажем, был при наборе петелек, мы его ложим наверх. А 4 спицы мы вот так вот слаживаем вовнутрь, чтобы у нас все полностью вот эти шовчики при наборе смотрели в одну сторону. То есть обратите внимание, чтобы они не были перекручены. И теперь берем последнюю спицу и будем начинать вязать. Существует два, так сказать, вида, ну, несколько видов, но я вам скажу самые распространенные два вида краешка этой шапочки. То есть первый это резинка 1х1, начальные три ряда, просто провязываете резинкой. Либо сразу приступаете к провязыванию лицевой глади, то есть все петельки на шапочке будут лицевые. Я буду вязать вариант номер два, то есть у меня все полностью петельки будут лицевые. Хотите, еще раз повторюсь, делайте резинку 1х1, начальные три ряда. Итак, берем, приспускаем спицу вот так вот, получается, в правой руке спицу и левую, вот так вот, левой спицей вводите последнюю петельку на правой спице. Вот, как бы спустили, получается, с правой на левую последнюю петельку. И теперь последнюю с левой спицы, то есть предпоследнюю в данной ситуации, вот так вот, придерживая, затягивая немножечко крайнюю петельку, одеваем на нее. То есть, как бы мы, получается, на последнюю с правой стороны одели последнюю с левой стороны. Вот, как бы таким образом замкнули наш круг. И подтягиваем коротенький край ниточки, оставляя при этом рабочую нить за спицей. И начинаем вязание. Придерживайте аккуратненько, я набирала плотненько, поэтому у меня спицы, как вы видите, не вытаскиваются. Если вы набирали на одну спицу, тем лучше, то есть у вас вообще не должно быть с этим проблем. Итак, начинаем вязать все полностью спицы, провязываем на спицах петельки, полностью все петли лицевыми за переднюю стеночку. Начинаем полностью провязывать. Еще одну хитрость я с вами хочу поделиться. Обычно бывает при вязании на четырех спицах, между ними такие как бы ущелины. То есть, вы, кто вязали, знают, что между четырьмя спицами обязательно есть четыре полосочки. То есть, как бы такие видны переходы спиц. То для того, чтобы их не было, провязывая один-два ряда, немножечко захватываете, так сказать, со следующей спицы две-три петельки. То есть, сейчас мы с вами провяжем первый ряд просто, каждую спицу вот так вот лицевыми петельками провяжем, для того, чтобы закрепить, так скажем, наши отлично спицы, чтобы они у нас не вытаскивались. То есть, просто провязываем все полностью петельки лицевые до конца ряда, а ряд наш будет отмечен вот этой вот, так скажем, нашей коротенькой ниточкой. Провязываем полностью лицевые этот ряд, и я вам покажу, как избежать таких вот ущелин между спицами. Это даже и, так скажем, для начинающего подойдет совет, и для тех уже, кто много-много лет вяжет. То есть, такие обычно прощелины бывают у многих. Ну, то есть, это независимо от того, что вы начинающий, либо уже опытный, так сказать, опытная мастерица, опытный вязальщик. В общем, провязываем все лицевые, и я вам покажу, как мы будем смещать петельки. Я думаю, благодаря этому смещению у вас все-таки не будет, так сказать, зазоров между спицами в вязании. Я провязала два полных ряда, просто лицевой гладью. Хотите, можете, как я, чередовать через каждые два ряда. То есть, ряд делать со смещением, ряд просто лицевыми. Ряд со смещением, ряд лицевыми. Либо в каждом ряду просто делать смещение, чтобы вы не запутались, делали вы его или нет. То есть, я провязала, получается, третьего ряда первую спицу. И теперь, получается, со второй спицы провязываю еще две лицевые петельки на первую. Теперь беру следующую спицу, свободную, и провязываю оставшиеся 20 петелек со второй спицы. Просто лицевыми петельками. Но при этом я две петельки, недостающие, заберу с третьей уже спицы. То есть, получается, постепенно делаю смещение на две петельки, забирая с левой спицы на правую. То есть, вот я довязываю, получается, со второй спицы оставшиеся 20 петелек. И еще забираю с третьей спицы 21 петлю и 22 петельки. Отлаживаю в сторону эти петельки. И с третьей спицы уже теперь довязываю оставшиеся 20 петелек лицевой гладью. Просто лицевыми петельками. И заберу 21-22 петельку уже с четвертой спицы. То есть, как вы поняли, в каждом ряду делаем смещение на две петельки с левой спицы на правую. Перевязываем, то есть лицевыми. Вот мы провязали третью спицу. И с четвертой мы забираем 21 петельку и 22. При этом, как вы поняли, на четвертой спице тоже у нас 20 осталось петелек. И недостающие две петельки мы возьмем уже с первой перевяжем на четвертую. Вот так вот. То есть, как бы постепенно-постепенно забираете две петельки. Благодаря этому смещению, как вы поняли, не будет у вас ни зазорчиков, никаких полосочек, лишних растянутых петель. Также хотела бы вам, так сказать, уточнить. Смотрите. Для тех, кто вяжет резинкой 1х1, то есть, как я вам уже говорила в начале, 3-4 ряда резинки 1х1, у вас будет край просто ровненький, красивенький, то есть, немного даже суженый, благодаря резинке. Для тех, кто вяжет, как я, лицевой гладью, у вас краешек будет постепенно загинаться. То есть, у вас получается лицевая гладь снаружи, изнаночная гладь с внутренней стороны. И вот эта изнаночная гладь будет постепенно закручиваться на, так сказать, на наружную часть шапочки. То есть, это так и должно быть. Вот этот отворотик, он нам нужен, он, благодаря, так сказать, тому, что мы провязываем все петельки лицевые, он будет постепенно отворачиваться. И вот этот отворотик должен у нас быть приблизительно где-то 2 см. То есть, на отворотик, вот так вот, нам нужно 2, а то и 2,5 см провязать. Всего мы будем провязывать лицевой гладью высоту шапочки. Ну, то есть, так как отворотик у нас заберет приблизительно 1,5-2 см, то есть, вот эти, так скажем, 3-4 ряда точно он забирает на отворот, поэтому нам еще нужно довязать где-то 26 см сама высота шапочки. Опять же, для тех, кто вяжет ниточкой потоньше или спицы взял потоньше, вам нужно будет, провязав где-то сантиметров 10 высоты шапочки, вам нужно будет обязательно ее растянуть и желательно так аккуратненько примерить на голову. То есть, вам должно хватить вот этого, так сказать, количества петель, которые вы набрали. Если же маловато, то, соответственно, распускаете и делаете все заново уже с большим количеством петелек. То есть, не по 22 петельки на каждой спице, а уже по 24, либо 26, в зависимости от того, сколько вам еще нужно добавить сантиметров. У меня в одном сантиметре вмещаются две петелечки. То есть, я с этим расчетом делала, так скажем, окружность шапочки. Вы, соответственно, измеряете свою плотность и смотрите по ниточкам. И еще хочу дать один небольшой совет для начинающих. Вам обязательно нужно будет вязать тоже лицевые, вот эти вот, так скажем, лицевую гладь лицевыми петельками. Для тех, у кого не получается вязать петельки один в один, ну, то есть, вот так вот красивенькие такие, так скажем, одинаковые, ровненькие, а получаются разные такие видовые, то есть, там вытянутая петелька, там наоборот затянутая. Ну, в общем, для тех, кто хочет связать вот такую именно шапочку, я вам советую брать ниточку не вот такой идеальной крутки, как у меня в данном случае, а брать более пушистую, либо разнокалиберную. Ну, то есть, это как? Там могут попадаться ниточки, там, где немножечко уже, затем немножечко шире, снова уже, шире, либо какие-то с узелками, какие-то, можете меланжевую ниточку взять. Меланж вообще, он очень сильно искажает, так сказать, рисунок. Поэтому, если вы будете вязать меланжевая ниточка, либо с каким-то вставленным цветом, либо это будет меланж просто какой-то с оттенком, ну, то есть, к примеру, бывает серый меланж, ну, то есть, с каким-нибудь серебристым каким-то оттенком, либо, допустим, какой-то молочный цвет с коричневым, то есть, обязательно вам можно будет, так скажем, там не сильно приглядываться к петелькам. Он будет искажаться рисунок, поэтому при, так сказать, общей картинной шапочке он будет хорошо выглядеть, довольно-таки аккуратненько. Поэтому, мы продолжаем провязывать лицевой гладью, то есть, лицевыми петельками. Кто не знает, как вязать лицевые петельки, обязательно посмотрите, мы вяжем за переднюю стеночку, захватываем заднюю ниточку и вытягиваем петельку. То есть, обязательно за переднюю стеночку. Таким образом, наши косички ровно и красивенько будут ложиться. Итак, набираем высоту, приблизительно 26 см, не считая 2 см, полтора на отворотик. И затем мы будем продолжать с вами уже делать убавление, то есть, делать макушку шапочки. Опять же, еще один небольшой такой заостренный момент. Скажем так, вы, когда наберете высоту шапочки 26 см, обязательно оденьте ее на голову. Почему? Для того, чтобы померять и посмотреть, достаточно ли вам этой длины шапки. Я, например, не очень люблю сильно такой чулок, чтобы сзади свисал. Я люблю, чтобы все было аккуратненько по голове, поэтому мне 26 см должно хватить вполне. Если же вы хотите чулок более с головы, чтобы свисал такой побольше, по длине, так скажем, то, соответственно, делайте 28 см. Я думаю, больше, чем 28 см вам не нужна длина шапочки, так как она будет слишком свисать. Если хотите, чтобы слишком свисала, делайте, как вам, так сказать, как душе угодно. Поэтому продолжаете провязывать лицевую высоту чулочек наш со смещением в 2 петельки с каждой, так скажем, последующей спицы на предыдущую. Провязываете 20 с одной спицы, затем 2 со следующей, 21-ю, 22-ю. Затем снова 20 оставшихся провязываете, 21-ю, 22-ю со следующей спицы. И таким образом у вас будет отворачиваться край и не будет разделения ваших 4 спиц. То есть 4 полосок с растянутыми петельками. Их просто не должно быть благодаря смещению. Продолжайте набирать высоту. И мы с вами продолжим на заканчивании шапочки-макушки. Я провязала высоту своей шапочки чулка. У меня получилось, если отвернуть совсем, где-то 26, может даже 26,5 см всего. Если завернуть вот этот отворотик, с ним считаю, всего у меня 25 см вверх. И закончила я свои смещения как раз вот ровно, так скажем, от нашего начала. Вот ровненько я закончила. Будем считать, что это у нас пока сейчас сзади, так скажем. То есть если бы вы сшивали, то вы сшивали бы здесь, как раз вот в этом месте. Это если бы вы прямыми и обратными рядами вязали. Так как у нас все в круговую, то будем начинать делать макушечку. Будем начинать делать убавление с места, там где у нас вот эта коротенькая ниточка при наборе петелек была. И убавлять мы будем следующим образом. Будем чередовать сейчас, провязывая убавление, затем 5 просто петелек лицевых, затем снова убавление, 5 лицевых, убавление, 5 лицевых, убавление. То есть чередуя убавление и 5 лицевых. Будем мы убавление делать через ряд. То есть ряд с убавлениями, ряд просто лицевыми петельками, ряд с убавлениями, ряд лицевыми петельками. Можно было бы конечно сделать убавление четкими прямыми рядами, то есть в начале каждой спицы, либо поделить на 5-6 частей, но буду я вам показывать самый упрощенный способ сокращения, так как шапочка такая очень простая и не требует в себе никаких идеальных вывязываний нашей вершинки, в общем макушечки. Убавление мы делаем следующим образом, смотрите, мы берем первые две петельки и за вторую захватываем вот так вот спицу, теперь в первую выводим, вместе провязываем, то есть за переднюю стеночку лицевой, вот так вот, почему за первую? Для того, чтобы как бы на первую вторая ложилась красивенько вот так вот косичкой, то есть чтобы нашего убавления практически не было видно. Вот так я вам покажу сейчас, вот так вот, и теперь отсчитываем первая лицевая, вторая лицевая, третья, четвертая, пятая. Теперь снова делаем убавление за вторую, вот так вот, за переднюю стеночку второй петельки, вместе провязываем одной лицевой и снова отсчитываем первая лицевая, вторая лицевая, третья, четвертая и пятая. И снова делаем убавление. Вместе 2 петельки провязываем лицевой. Так делаем до конца ряда, то есть до начала вот этой вот спицы, на которой мы сейчас начали. То есть убавляете на первой спице, затем на второй, третий и четвертой заканчиваете. То есть как бы чередуем убавления 5 лицевых, убавления 5 лицевых до конца ряда. Вот я сделала последнее убавление и у меня ряд спицы 4 закончилась на 2 лицевых. Не обращайте внимания, здесь ничего страшного, если будут какие-то расхождения. То есть получается между первой и четвертой спицей у нас всего 2 лицевые вместо 5. Ничего страшного абсолютно. Теперь мы продолжаем провязывать этот ряд. Получается второй уже будем считать просто лицевыми. То есть каждую спицу мы провяжем лицевыми петельками без убавления. То есть второй ряд, как я вам говорила, чередуя убавления, затем просто лицевые. Убавления лицевые. То есть сейчас у нас идет второй ряд, значит просто лицевые петельки. То есть провязываете первую, вторую, третью и четвертую спицу просто лицевыми петельками. Довязали второй ряд лицевыми, приступаем к третьему ряду. Снова начинаем делать с убавления, то есть начинаем провязывать убавления. Снова за переднюю стеночку две петельки провязываем вместе лицевой. И отсчитываем 5 петелек лицевых. 1, 2, 3, 4, 5. Снова делаем убавление за переднюю стеночку второй петли, провязываем лицевую. 1, 2, 3, 4, 5. И снова делаем убавление. То есть, как вы уже поняли, делаем очередное убавление, чередуя через 5 лицевых. То есть отсчитываете 5 лицевых и делаете убавление 5 лицевых убавления. Это у нас третий ряд. Сделали последнее убавление в третьем ряду. И у нас в конце получилось между первой и четвертой спицами 3 лицевые между убавками. Теперь снова провязываем, чередуя ряд убавления просто лицевые. Мы сделали ряд убавления третий, значит сейчас просто лицевые. Провязываем лицевой петелечкой все полностью спицы. Пятый ряд у нас с убавлениями, поэтому начинаем мы делать убавления. Теперь отсчитываем 5 лицевых 1, 2, 3, 4, 5 и снова делаем убавление. То есть, это у нас получается третий ряд, который провязываем убавлением. И снова отсчитываем 1, 2, 3, 4, 5 убавления. 1, 2, 3, 4, 5 убавления. Закончили ряд 6 петельками лицевыми. То есть, у нас между первой и четвертой спицей убавлениями, последними и первым 6 лицевых. Поэтому шестой ряд мы продолжаем, как всегда, просто лицевые. Мы провязали 3 ряда с убавлениями, сейчас провязываем третий ряд просто лицевыми петельками. Седьмой ряд ряд с убавлениями. Поэтому начинаем, как всегда, с убавлениями. 5 лицевых убавления. 5 лицевых убавления. Все как обычно. Ряд с убавлениями провязан, поэтому мы заканчиваем 8 ряд просто лицевыми петельками. То есть, вот идет чередование, как шло. Убавка, затем лицевые, затем убавка лицевые. И вот сейчас 8 ряд убавления нашего, так скажем, верхушечки. И мы 8 делаем, значит, просто лицевыми. Довязываем до конца рядом лицевыми петельками. Закончили 8 ряд. Не пугайтесь, я просто перешла на 3 спицы для того, чтобы мне было удобно сейчас вам показывать. На 4 спицах вам было бы просто не видно. Итак, в общем, мы закончили, получается, провязывать 8 ряд. Вот наша макушечка довязана. То есть, всего у нас вот такая получилась длинненькая шапочка-чулочек. И теперь, как я вам уже говорила в начале, нам понадобится иголочка. Поэтому берем ножнички и обрезаем не слишком длинный кусочек ниточки. То есть, такой, ну, сантиметров 10, хотите, чуть-чуть больше. В принципе, он вам большой не понадобится. И заправляем кончик ниточки в иголочку. Уголочку берите с более широким ушком, чтобы вам было удобнее. И теперь ниточку нам нужно продеть сквозь все петельки. Как мы это сделаем? Смотрите, поворачиваем к себе началом вязания, то есть, первой спицей. И вот так вот аккуратненько переодеваем на иголочку со спицы. Получается, с левой спицы на правую сторону, на иголочку все петельки. Вот так вот дружненько. Можете по одной, можете по несколько штучек. Вот так вот продели и вытянули на ниточку. Снова продели несколько петелек на иголочку. Одели и протянули на ниточку. Так снимаем полностью все петельки на ниточку. И так вот осталась последняя спица. С нее тоже все переодеваем на ниточку. Спускаем петельки. Вот и последняя. Вытягиваем нашу ниточку, убираем спицы, они нам больше не нужны. И находим начало, так скажем, вот этой ниточки, с которой мы начали нанизывать. Теперь берем, подтягиваем аккуратненько, разворачиваем к себе макушечкой и подтягиваем полностью всю ниточку. То есть как? Так, чтобы у нас было все очень-очень аккуратненько. Все подтягиваем немножечко, можете вот так вот придерживать начало ниточки. Вот так вот. И стягиваем, стягиваем, стягиваем хорошо нашу макушечку. Стянули макушечку, у нас осталось небольшое здесь такое отверстие, дырочка. Вот, смотрите. Теперь вот в эту крайнюю ниточку, которую я вам сказала придерживать, сделав петельку, вот так вот продеваете ниточку. То есть как бы закрепляете. И вот эту дырочку, иголочку, так сказать, продеваете в изнаночную сторону. И выворачиваем шапочку наизнанку. Если у вас получилось такое большое отверстие, ну у меня в принципе довольно-таки, мне кажется, большое, я не люблю таких дырочек. Поэтому я еще сквозь петельки, вот эти вот с изнаночной стороны, то есть которые я собирала на ниточку, я еще сквозь них продену несколько раз по кругу ниточку. То есть как бы попытаюсь с внутренней стороны стянуть вот эту дырочку, которая мне не очень нравится. И так продеваем несколько раз по кругу, вот так вот, в эти же петельки, которые стягивали ниточку. И хорошо-хорошо затягиваем, чтобы у вас отверстия не было. Если вас дырочка вполне устроила, то просто закрепляете ниточку и обрезаете кончик. Я еще немножечко стяну. Вот, я еще несколько раз продела и стянула свое, так сказать, отверстие. И теперь осталось только закрепить ниточку. Поэтому я делаю вот так вот петелечку и продеваю сквозь нее ниточку. Вот так вот закрепив, я еще раз пройдусь по кругу, чтобы ниточка, так скажем, у меня полностью была спрятана, кончик ее. И тогда я ниточку просто обрежу. Вот так вот продела ее. Кончик наш заправлен, его не видно. Поэтому я беру ножнички и смело отрезаю, так скажем, ниточку. И выворачиваю на лицевую сторону. У меня получилась вот такая вот макушечка. Она довольно-таки стянута, но я так и хотела. То есть это самый упрощенный вариант, который может быть, так скажем, в этой шапочке. Можно еще раз повторюсь, было закончить такими полями. Но мне почему-то захотелось вот так вот. Если вам нравилось с дырочкой, можете попытаться закончить еще раз. Но мне дырочка, честно говоря, не нравится. Мне нравится вот такое более стянутое отверстие. Вот. И нам осталось лишь только запрятать вот этот вот кончик, так скажем, начала набора петелек. Его мы просто сейчас спрячем по ходу вязания, то есть в вязание, в косичку, либо здесь, так сказать, с внешней стороны, чтобы было более красивее и не видно. И по желанию можете шапочку простернуть, чтобы она приобрела такой ровненький красивый вид. Я ее стирать не буду, наверное, потому что она у меня получилась довольно-таки ровненькая, красивенькая. Единственное, что я немножечко, может, намочу вот здесь вот краешек, для того, чтобы он сильно не отворачивался, а просто был такой слегка как бы отвернут. Вот я о чем вам говорила. Для тех, кто вязал резинку один на один, у них получился просто вот такой ровный краешек и даже немножечко, наверное, присобранный, благодаря тому, что резиночка. Ну, то есть он такой более ровный получился. И вот такой вот и вид имеет шапочка сверху. То есть вот она стянутая. На голове она будет довольно-таки красивенько смотреться. Сейчас такой фасончик очень модный. Поэтому я думаю, что вам понравилось. было, так скажем, все понятно, интересно со мной вязать. Если да, ставьте лайки. Обязательно подписывайтесь на мой канал. Ровных петелек вам. Пока-пока.